Друзья, всем привет! Сегодня опять у меня гости, в принципе, как всегда. Сегодня у меня в гостях Микаэль Артурович. Это мастер, если кто смотрит ролики, вы уже видели, мы уже снимали вместе. Это человек, который изготавливает мангалы, сковородки. И сегодня он опять приехал не с пустыми руками и привез такую штуку, которую я давно хотел. Есть сковородка. Сейчас мы в общем все покажем. Сейчас будем в процессе, потому что я еще сам не открывал ее. Я приблизительно знаю, что это, но как это собирается, все ты покажешь это сам. И поскольку мы сегодня будем испытывать эту новую штуку, я не знаю, как она называется правильно, то мы будем пользоваться сковородкой. А на сковородке я сегодня хочу приготовить очень вкусное грузинское блюдо, называется аджахури. Слышал. Слышал. И сегодня я буду оценить. Да, на самом деле все просто. Для этого блюда понадобится мясо, понадобится картошка, лук, зелень. И, друзья, пропорции приготовления таковы, короче. На 1 килограмм мяса 2 килограмма картошки. Если 1 килограмм картошки, значит полкилограмма мяса. Я предлагаю приступить. Поскольку картошку уже почистил, тебе картошку чистить не надо. Первым делом, друзья, надо обжарить мясо. Порежем его на маленькие кусочки. В общем, нарезаем вот такими кусочками, небольшими квадратиками. Мы сейчас в процессе покажем твои изделия. И, друзья, кто желает такие сковородки, саджи, мангалы, также любые там конструкции, сооружения, которые даже вы хотите сами по чертежам, это все можно обратиться. Ссылочка будет внизу под роликом. Друзья, картошку нарезаем также небольшими кусочками. Специально выбрал картошку покрупнее, чтобы было легче. Одну почистил и сразу много. Не люблю мелкие картошки. Друзья, хочу вам сказать, что это блюдо по-любому беспроигрышное. Потому что мне кажется, что жареную картошку любят все. Мало кто не любит, я не знаю, наверное, 101% не кушают картошку жареную. И жареное мясо тем более. А уж жареное мясо и жареная картошка вместе, еще и с луком, это не может кому-то не нравиться. Поэтому всегда это блюдо можете приготовить как для гостей, так и просто для своих домашних. И я уверен, что это блюдо понравится всем. Так, друзья, нарезали картошку, далее надо нарезать лук. Вижу, лук тоже большой, взял быстренько одним разом. Лук такой попался. Я вообще люблю, когда картошки крупные, лук крупный. Сразу почистил пару штук, две картошки, два лука или один лук и все. Лук нарезаем полукольцами. Лук мы тоже будем обжаривать отдельно. То есть вот это все мы сейчас будем обжаривать отдельно, не вместе. Поменьше лук крупный, поэтому пополам. Так, лук нарезали, картошку нарезали, мясо нарезали, все готово. Я думаю, пора приступать. Друзья, еще покажу вам. Конечно же, как могут собраться армяне и не кушать шашлык? Мясо замариновано. Просто я вам уже рецепт не буду показать, поскольку у меня на канале все есть. Кто хочет посмотреть рецепт шашлыка, пожалуйста, вот ролик, посмотрите. Там все подробно показано и рассказано. Пошли. Так, ребята, это специальная конструкция для того, чтобы готовить на улице, на природе. Это замен печки. Выполняет функция печки. Вот так. Как красиво блестит. Это, я так понимаю, закручивается, да? Да, да, да. Вот сюда, да? Здесь ножки друг в друга скручиваются специально через соединительную гайку. Обязательно такая делается. Слушай, они разные. Да? А, она высокая такая. Я думал, она пониже будет. Чтобы готовить стоя. Это очень удобно, кстати. Это важно. Потому что, вот когда есть печка у меня там, да? Она низкая. И стоишь вот так вот, готовишь. Очень неудобно. А когда ты готовишь стоя, ну, совсем по-другому. Вот сюда. Друзья, вот такой карабинчик. На цепочки. Вот так. И на блесток. Отключаем. Висота регулируется. Когда горячая, можно просто кочергой отсюда. Специально сделано три ручки. Чтобы вот кочергой поднимаем вот так. Регулировать тепло. Огонь. Шикарная штука. Мечта поэта. Мне кажется, это мечта любого человека, который любит готовить на природе. Там на участке своем. Друзья, кому надо, обращайтесь. Сделано очень качественно, очень толстый металл. Пока уже поближе. Друзья, посмотрите. Они еще привезли мне мешок дров. Да, да, да. Подон большая. Около 40 см диаметра. Так что здесь много дров заходит, залезет. Смотри, как мы это делаем. У меня есть сухая горючая. Кидаем его вниз. Ну что, сковородка нагрелась наша. Приступим. Первым делом надо залить масло. Теперь, друзья, это надо дело посолить. Держим. У меня тебе просьба. Вот там стоят грузинские специи. Вот видишь? На столе прямо. Неси. Какое же грузинское блюдо, друзья, без грузинских специй? Сюда надо добавить, конечно же, что-нибудь из грузинского. Обязательно это должно быть хмели-сунели. Снимаем сюда хмели-сунели. Друзья, добавим сюда вот такую аджику. Немножко. Ну, аромат пошел уже от аджики. Хмели-сунели. Все, наше мясо уже пожарилось. Теперь мы его просто выкладываем. На самом деле уже хочется больше не готовить ничего. А взять и нас вышить мясо, да? У нас же так пусто пахнет. Специи просто с магазинным не сравниваешь. Даже когда жена маринует, не такой аромат и вкусный. А вот здесь уже чувствуется, что грузинское блюдо. Давай потихоньку закидывать. Посмотрим, нагрелось масло. О, да. Все, супер. Очень хороша большая сковорода. Можно много пожарить на большую компанию. Молодежь, я думаю, пора посолить. Посолим. Соль здесь у нас, да? Вот здесь есть аджика красная, сухая. Вот так мы ее и добавим. И до пыль. Иминь. Так, чтобы выкарить все,ето, и оставить что-то. Иминь. Медленный аппетит. Утолзер. По вкусу. Играет температуру. Утолзер. Аберно пыль. Ну что, наша картошечка тоже уже пожарилась, выкладываем ее туда же к мясу. Каменька. Сахар и сахар. Сахар и сахар. 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 Все, что-то надо делать. Сахар. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, вот это у нас стоит мармит, если все начнет остывать, сюда можно подкинуть уголька и наша еда всегда будет в теплом или горячем состоянии. Ну теперь надо сделать последний штрих. Я уже заранее приготовил смесь из зелени, лука, острого перца. Микель, на тебе вилочку. Будем пробовать. Вот вам лепешечка. Далета я уже есть хочу, друзья. Теперь попробуем. Пахнет вкусно, жареная картошка не может быть невкусной. Еще есть с такими специями. Хочу мясо попробовать. Видишь, твой кусок украл. Ну горячо. Друзья, на самом деле это блюдо приготовить не сложно. Единственное, конечно, есть немножко вариант, что надо заморочиться, все жарится по очереди. Это, конечно, занимает какое-то время. И как вы видели, как отлично работает сковородка и новая конструкция, которую привез мне Микайль Артурович. И еще раз хочу повторить, друзья, кого заинтересуют такие конструкции, сковородки, саджи, мангалы, ссылочка будет внизу под описанием. Заходите, смотрите. Я уверен, что вам наверняка что-то там понравится. А мы на этой вкусной ноте продолжим нашу дегустацию. А вам, друзья, я хочу сказать. Готовьте вкусную еду. Кушайте вкусную еду. И пусть у вас всегда будет хорошее настроение. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok